приветствую все кто взглянул на мой канал меня зовут лилия по названию видео вы наверное догадались что сегодня я буду делать кулон из симберцитов я сделала уже немало украшений видео все есть на канале но ссылочки могу оставить под видео возможно кто-то из новых подписчиков захочет посмотреть и сегодня мне захотелось задействовать работу аммонитовую жиоду это жиоды с перитом вот из этого кабошона брошь красивая может быть я каждый кабошон беру руки ой этот какой красивый беру другой ой а этот какой красивый они все бесподобные но на данный момент мне хочется на данный момент мне хочется поработать вот с этой парой не так давно я получала кристаллов цапок где-то зимой и пытаюсь примерить как это будет выглядеть внизу мне уже не нравится а что касается боковых я подумаю начала обшивать камни 2 еще не закончила и вижу что цвет бисера выбрала неверно перита обычно бывает такого приглушенного бронзового цвета но в этих камнях этот цвет другой это цвет металла вот кручу верчу жалко один кабошон уже полностью готов ну что делать если я доделаю до конца мне потом не понравится это будет еще хуже беру в руки горелку и начиная ниточки распускать и так я все распустила и вновь обшила бисером подходящего цвета где мои глаза были в начале работы заодно я поменяла фетр сначала это был черный китайский он такой мягкий как тряпка с ним очень неудобно работать я переклеила кабошону на жесткий корейский фетр теперь буду думать теперь буду думать какой был или что-то еще присоединить к кулону и тут я сидела наверно полдня я перебирала всю свою фурнитуру я сюда прикладывал крупные большие дуги но при том что вот этот кулон такой вроде кажется большой крупный то крупные дуги мне все равно не понравились ну а мелкая она и есть мелкая то есть средний нет есть или очень большая мне показалось она здесь неуместа или это есть еще вот это кольцо от замка тогу подумала может быть вот так пришить это кольцо наполовину или вот так и уже потом что будет шнур бусы цеплять к этому кольцу в принципе это удобно и вот недавно в распаковках я вам показывала вот такой был ажурно симпатичный ну вот именно вот так вот он мне не нужен если я его приделаю вот так здесь вот будет петля это мне почему-то так не хочется одну или две неважно и вот я решила эти два было убрать у них эту петлю вот ее этой петли нет я сначала кусачками откусила у одного было вот эту петлю посмотрела бывает что откусишь а внутри виден другой металл то есть покрытие сразу сходит в данном случае нет я откусываю кусачками и здесь остается такой же цвет металла чуть-чуть подшлифовала и все ровненько и почему-то мне кажется что нужно сделать вот так может посижу и вообще еще что-то придумаю но не знаю если я здесь не применю значит мне в другом месте пригодится потому что нужно будет еще здесь что-то заполнять немножко не просто вот так два камня и все хочется здесь еще что-то добавить но здесь я уже тоже придумала в распаковке я вам показывала вот эти цветочки и хочу их применить но пока сижу думаю что мне лучше сделать нравится мне как здесь смотрится этот ажурный круг по моему очень красиво и к нему кстати очень удобно будет присоединить бусы здесь можно в любое отверстие как понравится но выбрал я первоначальный вариант с бейлами наклеиваю уплотнитель приклеила кожу и смотрите что у меня получилось как пчелиные соты я же наклеила кожу и сунул кулон в конверт с пупыркой положил небольшой груз и вот на тебе на коже появилось тиснение кто бы мог подумать ну ладно это никак не портит кулон ну буду иметь в виду в районе бейлов я оставила кожу чтобы потом подвернуть все и проклейте внутрь бейлов эту кожу он прочный все крепко держится мне осталось прошить по краю бисером вы видите что вместе соединение двух кабошонов я пришила металлические цветочки сверху у бейлов также цветочки ни единого цветового всплеска сплошной монохром даже не знаю хорошо это или плохо пока мне все нравится так лишнюю кожу по краю обрезала в районе бейлов кожу подвернула и подклеила кулон готов и сразу захотелось примерить его хотя бы на цепочку или жгутик такие кулоны я люблю все-таки видеть на чокере так как memory проволока не провисает и хорошо держит тяжелый кулон а кулон этот тяжелый все-таки перед сам по себе камень тяжелый а здесь их целых два лаву я уже прикладывала кулону мне понравилось как это выглядит так что бусины лавы однозначно здесь будут осталось определиться с фурнитурой мне понравились двухсторонние шапочки которые позволяют сделать переход от большой бусины к бусине размером поменьше я примерила здесь еще вот такие ажурные трубочки мне не понравился изгиб который придают эти трубочки что-то такое закруглено квадратное мне не нравится возвращаю все на место и пробую еще поиграть с фурнитурой посмотрим как будет выглядеть ажурный цилиндр в шапочках даже примере на подставке для украшений вроде неплохо 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 нет но я оставляю первоначальный вариант и теперь я беру длинную memory проволоку чтобы можно было окончательно нанизать бусины и закончить украшение в самой середине между байлами я нанизываю мелкие бусины из нержавеющей стали как эти бусины с алиэкспресс и у продавца такие бусинки есть несколько размеров у меня это самые мелкие бусины 3 миллиметра затем шапочки цветочки которые играют роль заглушки затем memory проволоку вставляю в бейлы и снова два цветочка в качестве заглушки только уже с обратной стороны почему не стала вставлять ажурные цилиндры потому что в районе ключиц мне кажется достаточно того что я набрала а дальше на шею а дальше на шее идет набор бусин постоянно повторяющийся это у меня здесь бусины лавы рандели гематита граненые металлические спейсеры ну и все повторяется лава гематит спейсер вот в таком духе до конца украшения украшение готово и я с удовольствием представляю вам кулон на чокере я назвала это украшение из глубины веков потому что этим аммонитовым животом представляете порядка 130 миллионов лет а может быть и больше сначала скажу размеры это у нас 10 на 5 с половиной сантиметров а длина самого чокера вместе с замочком 48 сантиметров очень удобная длина я примеряла на себе это украшение я делала по велению души очень мне хотелось поработать с аммонитовой животой хозяйки у этого украшения пока нет поэтому присмотритесь повнимательнее вдруг именно вам суждено быть хозяйкой этого прекрасного украшения вот так выглядит обратная сторона с натуральной кожей и мой логотип два крупных кабошона аммонитовой животы японский бисер бусина вулканической лавы и бусина гематита серебристая фурнитура покрыта цапан лаком вот в таком жакете и в этом украшении я бы с удовольствием могла выйти куда-то в люди а с серебристым жакетиком разве это не красота женщина любого возраста молодая или постарше если ей есть куда выйти обязательно найдет в своем гардеробе наряд которому можно надеть это украшение и теперь можно упаковать это украшение я хочу взять вот такую коробочку она у меня даже еще не распаковано коробочку открываю у меня есть вот такая бумага декоративная делаем из нее подушечку беру мешочек из органзы вложу в этот мешочек украшение укладываем в коробочку размер он как раз подходит и под коробочку и под украшение вот так покупательница получит украшение в таком виде если куда-то нужно будет посылать еще здесь положу уплотнительную бумагу и украшение отправится к своей хозяйке месяц май цветут тюльпаны и не могу не похвалиться вам тюльпанами которые расцвели у меня под окном но у них оказалось ножка тонковатая они вот так согнулись то ли от дождей то ли от того что голова у них была большая и тяжелая но вы посмотрите какая красота мне каждый раз хочется назвать их пионами смотрите какие огромные и они оказались ранее вот этот сорт тюльпанов зацвел и от непогоды наверное я так думаю его стал уклонить к земле очень много дождей было поэтому я их забрала домой чтобы они не лежали на земле скоро другие сорта будут распускаться более позднее а этот сорт ранний и вот такой шикарный вот вы посмотрите какое чудо вот такие тюльпаны у меня цветут и на этом я вам говорю до свидания до новых встреч подписывайтесь на мой канал если вы не подписаны впереди много интересного буду рада новым подписчикам за ваши лайки и комментарии я вам очень благодарна на все комментарии отвечаю всем здоровья вдохновение весна способствует этому творите с душой носите с радостью всем мира и добра с вами была лилия всем пока пока а а